Всем привет! Добро пожаловать на обзор Mazda 6 2003 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 317 000 рублей. Вражаю благодарность автосалону CarLine за представление автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем на звучание. Вот такие ключи. Здесь установлена автосалонизация, есть автозапуск, брелок. Давайте приступим. Сиденье перетянули чехлами. Тканевый двуцветный салон. Тканевый двуцветный салон. Ткана. Хмель Auch. Подт двигатель здесь 2 литра 141 лошадиная сила транспит свой руль здесь установлен гидро усилитель руля рулевая колонка регулируется только по высоте имеет большие углы хода так что удобное положение вы сразу под себя быстро подберете сейчас давайте включим фары дальность от фар также как обычно аварийную сигнализацию этот автомобиль имеет пробег 96 343 километра страна водителя полностью автоматическое стекло сейчас давайте откроем вход и детально рассмотрим экстерьер этого автомобиля вещевая тек для водителя регулирование яркости подсветки прибора а и 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 Указатели поворота, встроенные в передние крылья. Галогеновые фары, линзованная оптика, я думаю, полировка им не помешает. Что касается технической составляющей, то здесь установлен атмосферный двигатель, рядная четверка, 16-клапанный, система питания двигателя, распределенный впрыск, расположение купонов и распредвала, верхний клапанный с двумя распределительными валами. Расположение двигателя переднее и поперечное. Самый доступный двигатель объем 1.8, мощность 120 лошадиных сил и самый мощный 3 литра, 223 лошадиные силы. Здесь установлен двигатель 2 литра, 141 лошадиная сила, крутящий момент, 180 ньютон-метров. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 210 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 11 секунд, расход топлива в городском цикле, это 11,13 км, в загородном цикле 6,8. Объем топливного бака составляет 64 литра. Привод передний, крыльность данного автомобиля составляет 130 мм. Тип передней подвески – независимая, пружинная, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, поперечный стабилизатор. Тип задней подвески – независимая, пружинная, продольный рычаг, поперечный рычаг и поперечный стабилизатор. Передние тормоза – дисковые, вентилируемые, задние – дисковые. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1275 кг, полная масса – 1865 кг. Объем багажного отделения составляет 500 литров. Длина данного автомобиля составляет 4670 мм, ширина 1780 мм, высота 1435 мм и колесная база 2675 мм. Сборка данной модели осуществлялась в Японии. Сборка данной модели осуществлялась в Японии. И теперь, детально рассматривая экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру. В панели в дверей тканевые вставки, между вещей, подсветка, электрорегулируемые зеркала с подогревом, электростеглоподъемники, махеровка стекол, водительский стиль имеет механические регулировки, регулируемые подголовники, а также ремни безопасности, стандартно продольные, по высоте спинка сидения. Здесь установлены 4 подушки безопасности. Открывание лючка и бензопака с места водителя. И теперь давайте послушаем, как звучит двигатель. Довольно неплохое звучание. Но когда газуешь, в салоне все гремит и бренчит. Определенно проникают вибрации в салон автомобиля. Интересные такие дефлекторы. Управление светом и поворотниками. Управление стеклоочистителями. Пущевой отсек. Он оберит тканью. Небольшой LCD-дисплей, который выводит всю необходимую информацию. О работе кондиционера. Об аудиосистеме. Цифровые часы. Настройка. Вставки под темный металл. Пластиковая. Аудиосистема с кассетой. ФМ1, ФМ2, АЭМ, СИДИ. Различные предустановки. Поиск станций. Звук. Здесь установлен кондиционер. Регулировка потока воздуха. Рециркуляция. Автоматическая рециркуляция. Задний вырыв стекла. Различные зоны. Включаем передний обдув. И, соответственно, температура. Все очень легко использовать. По тактильным ощущениям все кнопки, все рычажки и тумблеры. К ним приятно прикасаться. Пепельницы и прикуриватель. Можно использовать в качестве розетки, если вы не курите. Кстати, автомат без рывков, без пинков работает. Ручник. Группа стаканника. Вещевой отсек. Не хватает, конечно, определенного подлокотника. Салонное зеркало заднего вида. Без автозатемнения. Макияжные зеркала. Без подсветки. Штурманский свет. Качество отделочных материалов. Качество сборки на довольно неплохом уровне. Но, как мы уже убедились, пластик твердый. Он еще и так же очень гулкий. Немножко страдает шумоизоляцией у этого автомобиля. А в целом каких-то существенных претензий нет. Сетение довольно удобное. Но все-таки на дальние расстояния есть легкие. Думаю, все-таки спина устанет. Так как нет поясничного подпора, к сожалению. У них профиль-то удобный. Но на дальние расстояния все-таки, я думаю, они немного жестковаты. Настройки радиосистемы. Это высокие и низкие частоты. Я думаю, и так все понятно, наверное. И сейчас давайте заглушим двигатель. Возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. В автобилях хорошая обзорность. Мало слепых зон. Гречок без зобака. На широкий угол открываются задние двери. Облегчая посадку и высадку. Второй ряд сидений и спинки они складываются. Регулируемые подголовники. Удобная посадка и высадка на второй ряд. Вешалка. Подсветка. К сожалению, центрального подлокотника здесь нет. Пепельница. И как такового центрального тоннеля также нет. Небольшая такая выемка. Простой и одновременно строгий интерьер. Сейчас давайте посмотрим, насколько вместительна багажное отделение этого автомобиля. Очень даже вместительный багажник. Подсветка. И здесь у нас положилось полуразмерное запасное колесо. Инструменты. Баллонник. И такие же механические регулировки и у пассажирского сидения, с исключением регулировки по высоте. Продольное и спинка сидения. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принудительно можно закрыть бардачок. Довольно вместительный, к сожалению, он не обит тканью. И сейчас в своем ценовом сегменте, учитывая ликвидность этого автомобиля, я считаю, довольно неплохой японский седан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неприхотливый и надежный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом обзор Mazda 6 2003 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения. И увидимся в следующий раз. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА